В 2011 году выходит модификация для второй части Half-Life, которая в 2013 превратилась в полноценную игру. И называется она The Stanley Parable. Сюжет довольно прост. Вы играете за офисного работника по имени Стэнли, который замечает, что все его коллеги пропали. Наша цель – узнать, что случилось, бродя по различным комнатам и местам. А наше путешествие будет контролировать голос рассказчика на заднем плане. Главный прикол этой игры – это свобода выбора. Можно как слушаться рассказчика и прийти к истинной концовке, так и игнорировать его и идти по своему пути, каждый раз открывая новые концовки. Помимо этого, игра может похвастаться своими странными достижениями. Всего их в игре 10 штук, а среди них есть как самые обычные, например, выйти и зайти в игру, так и странные, посмотрев на которые, возникает вопрос, что вообще употребляли разработчики, придумывая их. Вот, например, Commitment. My English is very good, я знаю. Чтобы его получить, нужно играть в игру весь вторник. Или еще вот, Go Outside. Нужно не играть в The Stanley Parable целых 5 лет. И вроде бы условия хоть и странные, но все же выполнимые. Но есть одно достижение, ради которого я записываю это видео. И называется оно Unachievable. Описание так и гласит, что это достижение получить невозможно. Но тогда почему его получило почти 6% игроков? Получается оно все же возможное? Ну, давайте разбираться. Отправимся мы в самое начало, когда эта тема только-только начала зарождаться. Все началось с первых форумов в Стиме, где люди спрашивали у друг друга, а как же получить это невозможное достижение? Существует даже закрытое обсуждение, в котором принимал участие один из разработчиков игры. А он, поверьте мне, был тем еще троллем. В то время он любил следить за всей этой шумихой, и это приносило ему дикое удовольствие. Доблюдать за тем, как люди ломают себе голову, и все их попытки были тщетными. Прошло пару дней, и люди начали копаться в файлах игры, дабы найти хоть какие-то зацепки, и они их нашли. Внутри игровых файлов они нашли спрятанную команду, которая отвечала за получение невозможного достижения. Вот так она выглядит. Знаю, что вы, возможно, ничего из этого не поняли, но давайте я попробую объяснить. Первая строчка — это условия, которые вы должны сделать во время игры. Что это за условия, тогда было неизвестно, но об этом поговорим чуть позже. Вторая строчка — это рандом. Даже если вы выполните это условие, шанс, что вы получите достижение равен 1 к 15. В коде присутствует волшебная команда нижнее подчеркивание U, где буква U переводится как U на Chivable. Именно эта команда должна была выдавать достижения. Также в игре присутствует консоль, и если в нее вбить эту команду, вылезет надпись «Эй, даже не пытайся». Это означало, что пользователи были на правильном пути к разгадке. В исходной консоли есть специальный символ, который позволял выполнить эту команду. И этим символом была тильда. Разработчик пытался ее заблокировать, и у него это получилось. Ну и тут пользователи нашли другой путь. Они попытались привязать эту команду в файл конфигурации. Эта команда позволяет при нажатии на X получить это достижение. Но и тут возникла маленькая проблема. Файл конфигурации перезаписывался каждый раз, когда пользователи открывали игру. И для того, чтобы обойти эту проблему, они защищали ее от дальнейших изменений, поставив атрибут только для чтения. И после всех этих махинаций пользователи наконец получили свое уже в кавычках «недостижимое достижение». Разработчик был явно разочарован от таких действий пользователей, он не ожидал, что они найдут другой способ получения, и недостижимое достижение больше не было недостижимым ни для кого. Я действительно не одобряю обратное проектирование игры, а затем разглашение пути. В любом случае он признался, что будет изменять код игры каждый раз, когда кто-то узнает, как получить достижение. Это не весело, если все знают, что это почти случайность. В одном патче я сделал это так, чтобы работал способ «быстро сохранился» и «быстро загрузился». А в следующем патче я сделал так, чтобы было невозможно получить достижение через «быстро загрузился». Было весело смотреть на людей и как автор оригинального поста бушует. 27 декабря 2016 года выходим на данный момент последнее обновление игры. За это время люди нашли еще парочку способов получить достижение, но все они тоже не связаны с внутриигровыми действиями. Просто вдумайтесь, прошло 5,5 лет, а пользователи все еще не нашли способ получить это достижение легально. Если вы собираетесь изучить эту тему где только можно, то единственный ответ, который вы получите, это рандом. Люди продолжают писать, что они получают это достижение случайно. Но если раньше, в первые дни существования игры, было условие для получения достижения, то сейчас это чисто рандом. И это явно не 1 к 15. Шанс того, что во время игры вы получите это достижение, экстремально мал. Когда я только начал изучать эту тему, я испробовал большинство способов, которыми делились другие люди, которые получили достижение, без результатов. Что бы я ни делал и как долго бы я от нее не играл. Лишь ваша удача способна помочь вам получить это достижение. У меня есть теория, что либо сам разработчик выдает достижение, либо условие меняется каждый раз, когда кто-то получает это достижение. Неважно каким способом. Либо существует триггер выдачи достижения, и с каждым перезапуском игры он появляется в рандомном месте с шансом 1 к 15. Еще я заметил, что большинство людей чуть ли не мгновенно получает это достижение, если они купили игру в Epic Games, или у них операционная система Linux. Но проверять эти способы я не собираюсь. Ладно потратить 300 рублей и купить игру в Epic Games ради эксперимента, такое возможно. Но менять операционную систему с винды на Linux, а уж тем более разбираться с каким-то SteamOS, и все это ради достижения? Я конечно отбит от Chef Hunter, но я не настолько дебил. Так какие же есть способы получения этого достижения? Начнем с того, что именно с этим достижением нет правильных или неправильных путей. Вы можете получить его как угодно. Лишь совесть может помешать вам это сделать. Понятное дело, что если вы его получите через какую-то прогу, то вы автоматом получите от меня подарок с бумажкой, на которой написано «С днем людей, синдромом Мэнворда». Всего я насчитал 4 способа получения этого достижения. Я расскажу о них вкратце, но в описании я оставлю ссылки на гайды для каждого способа. Первый способ заключается в замене конфиг файла, о котором я говорил несколько минут назад. Второй способ связан с консолью, в которую нужно ввести нужную команду и подождать определенное время. Третий способ уже более-менее легальный, ибо сначала нужно скачать старый патч игры, для которого уже известны условия получения достижения. Как только мы это сделали, нажимаем на новую игру и скипаем заставку. Затем делаем сейв, выходим в главное меню, заходим в этот сейв и гуляем примерно минуту. Если достижение не выдалось, проделываем эти шаги еще раз до тех пор, пока достижение не появится. Вот здесь действительно чувствуется рандом 1 к 15. И четвертый способ – удача. Да, просто удача. Если во время игры вам она выпала, то можете считать себя самым удачливым человеком в этом мире, а может и во всей вселенной. Если кому интересно, то невозможное достижение я получил с помощью третьего способа. Появляется ощущение, что я в 2013 году и я все сделал честно. И вроде как второй способ подобран ачивхантерами, но хз. В данный момент я собираюсь не захотеть в игру 5 лет, чтобы получить другую ачивку. И маловероятно, что за это время люди найдут еще один способ получения ачивки, который к тому же будет легальным. Ну, поживем увидим. В общем, я уже собирался заканчивать видео. Как видите, тут больше ничего нету. Вот концовка. Но наткнулся я недавно на одну очень интересную тему. А именно новое руководство в стиме. Гайд про невозможную ачивку, где чел рассказал, как он его получил легитным путем. То есть без читов, без консолей, без замены конфиг файлов и тому подобное. Здесь он расписал свой путь и... Но к чему я веду? Вот эту пикчу я нашел на просторах Вики по Stanley Parable. Здесь один чувак написал аж 9 июня 2020 года то, что он сделал абсолютно то же самое и ему эту ачивку выдало. То есть получается, если так подумать логически, то условий много, их какое-то определенное количество. И люди, которые рандомно получают это достижение, им просто везет, что они оказались в нужное время в нужном месте. И, собственно, на этом все. Встретимся через 5 лет.